МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске не вошли в список. Дому всего 45 лет. Никакого ремонта не было у нас. Капремонты в разгаре, но самые старые дома Тюменского района могут не дожить до этого. Трудности перехода. Вообще невозможно ни из подъезда выйти, ни в подъезд зайти. Но уже в конце лета этим жителям позавидует вся Тюмень. Не успели отдохнуть, снова учения. У нас пожарная сигнализация, пожар. В оздоровительных лагерях началась пора массовых эвакуаций. Устраивайтесь поудобнее, вы смотрите точнее. Я Александр Семенюта, здравствуйте. Начнем с главного. Пять новых заводов могут появиться на территории Тобольской промышленной площадки. Такой бизнес-проект рассматривает сейчас компания Сибур. Один завод по выпуску этилена, четыре полимерные. Объем инвестиций в пять раз больше, чем на сам Тобольск полимер. Кстати, это предприятие на полную мощность выйдет уже в июле, став крупнейшим в России комплексом производства полипропилена. Когда мы говорим о том, что сегодня наша Тюменская область проходит второй этап индустриализации, это не просто какие-то громкие слова. За этим стоят реальные дела. Это огромный объем инвестиций, которые приходят сегодня на территорию. Это новые предприятия, это новые заводы, где организовано уже не одна тысяча новых рабочих мест. Всего в регионе до середины будущего года запустят 12 производственных площадок. Это даст как минимум 7 тысяч новых рабочих мест. Сезон капремонта в самом разгаре. Работы много, но не всем повезет. К некоторым домам, даже самым старым, в этом году не прикоснуться даже кисточкой. В ситуации разбиралась Александра Сосновская. Вроде бежит ничего. А как, выключат воду? Вообще выключат воду. А потом одна каша идет. И трубы еле дышат, и пол кривой. Визитов ремонтной бригады бабушка Оля не припомнит. Хотя в свои 88 на память не жалуются. Дому всего 45 лет. Никакого ремонта не было у нас. Ничего нету. Никто ничего не делает. Крылечко падает, никто не белит, никто не красит. Сколько раз администрацию просили. Подъезды вообще не ремонтируются. Крыши опять, коньки все сгнили. Щит этот сгнил. Под напряжением постоянно дети бегают. Ни замков. На общих собраниях обсуждается только один вопрос. Почему дома, которые моложе нашего дома, на много, даже на 10 лет есть, на 12, произведены капитальный ремонт. У единственной в поселке обслуживающей организации ответ простой. Мы выбираем дома, да. Где больше требуется. Ремонт, хоть они и поновее дома, но там может состояние даже страшнее, чем в старых домах бывает. Что там, чем чаще аварии, значит, мы туда. В администрации Тюменского района планы на этот год уже утвердили. 737 миллионов на 83 многоэтажки. Первоочередники Коскара, Горьковка, Боровский. На Ватарманску пока только обещание. Я надеюсь, мы в этом году 4 дома кровлю, возможно, отремонтируем. Пока не дают такой гарантии. Помимо крышек, фундамента, все это? Пока нет, пока только кровлю. Капитальный ремонт и больная тема для всей области. Вылечить все дома разом возможности нет. Да и за тем, что уже делают, глаз да глаз нужен. Не понаслышке знаю, насколько этот процесс сложен. Что у нас меняется, где еще какие проблемы есть. Что нам необходимо сделать для того, чтобы еще улучшить качество проводимых работ. А герои нашего сюжета надеются, что в следующем году их дом все-таки попадет в областную программу. Александр Сосновский, Александр Изусимов, Сибинформбюро. А в Тюмени в этом году более 200 домов отремонтируют капитально. Там, где управляющие компании разработали сметы заранее, работы начались еще в марте. Есть несколько домов, которые уже практически готовы к сдаче. Есть и такие, которые перешли с прошлого года. Всего в Тюмени капитально отремонтируют 320 домов. Общий объем финансирования 1 миллиард рублей. Жители домов, где начались ремонты, также могут познакомиться с информацией. Виды работ в доме, сроки и кто подрядчик. Для этого необходимо зайти на портал Тюмень.НашДом. Здесь же можно оставить свои замечания и предложения. А вот предложения школьников уже учли. Об этом и многом другом. Коротко в обзоре событий. Турник в каждый двор. Такой проект спиртовал в Тюмени. Сегодня площадку открыли на территории школы номер 91 на Мысу. Идея сооружения этого комплекса принадлежит самим школьникам. Выступления на турниках и брусьях показали спортсмены. Мы со своей стороны буквально за каждым спортивным турниковым комплексом, который планируется в этом году и в последующие годы прикрепить спортивного организатора, который уже в обязанности которого будет привлечь максимальное количество детей, молодых людей, лиц более старшего возраста для регулярных систематических занятий на данных комплексах. Масштабные работы по реконструкции ведут и в Тюменской областной больнице номер 2. Там увеличивают площадь приемного отделения. Появится и травмопункт. В сутки в приемное отделение обращаются до 550 человек. В среднем получается по 2 пациента в минуту. Это и пациенты, которые доставляют скорую помощь, пациенты, направляемые поликлиниками, другими лечебными учреждениями. И до 70% это самообращение. Половина это заведомо амбулаторные пациенты, пациенты амбулаторного звена. По решению правительства после реорганизации на новых площадях появится и новое оборудование. Олимпийский факел прибыл в Тюмень. В декабре этого года символ Олимпиады пронесут по улицам города несколько сотен факелоносцев. Маршрут пройдет не только по центральным улицам, но и в спальных районах. Мы в любом случае будем показывать как современную Тюмень, так и наши исторические места. На следующий день мы эту эстафету будем представлять в городе Тобольске. А 7 июня в Зеленом береге можно устроить фотосессию с Олимпийским факелом. Песок и озеро. Все, что есть у жителей района Лесобаза. Но уже в конце лета им позавидует вся Тюмень. Многообещающую реконструкцию увидела Юлия Сауляк. Сейчас нам машину ни к дому не подъехать, ни скорой помощи. У меня ребенок маленький, с коляской, вообще невозможно ни из подъезда выйти, ни в подъезд зайти. До сих пор в микрорайоне ходили и ездили по песку, а в плохую погоду здесь застревали даже большие машины. Но эти неудобства последний год. В микрорайоне Тура началась грандиозная стройка. Дороги предусматривают собой с дальнейшим запуском пассажирского транспорта, то есть с автобусными остановками, с парковками для машин, с тротуарами, с велодорожками. Новый проект включает в себя благоустройство пяти улиц. Это три внутренних и две магистральные дороги общей протяженностью 4,5 километра. Уже к осени по ним планируется запустить пассажирский транспорт. Как раз сейчас идет строительство остановок. Где остановки, автобусные остановки, да, чтобы там тротуар будут делать, там сколько положено, сколько, я помню, сантиметров 20, чтобы от автобуса, когда выходишь, чтобы удобно было все выходить. Ширина главного проспекта Казачья Луга составит более 10 метров. Это четыре полосы движения, расширенные тротуары с разметкой для велосипедистов и просторные парковки. Все для удобства жителей. Пешеходные переходы, обустройство дорог с знаками, это все будет проводиться. Сейчас мы уже начали прокладывать канализацию по наружному освещению, то есть по всем улицам будет наружное освещение. Новая сеть дорог не только разгрузит движение внутри микрорайона, но и свяжет с основной трассой даже самые отдаленные дома. Долгожданная дорога пройдет вдоль озера Оброчное, которое таким образом станет еще одной частью проекта. Строители обещают укрепление береговой линии, пешеходные и велосипедные дорожки вдоль берега. Изначально планировалось, что новая инфраструктура в микрорайоне Тура появится к концу года, однако строители уверены управиться раньше. Из регионального бюджета на реализацию проекта выделено более полумиллиона рублей. Юлия Сауляк, Сергей Женаков, Сибинформбюро. На следующей странице тележурнала узнаем о дорожной ситуации на четверг. Самую актуальную информацию о перекрытых дорогах подскажет наша летняя рубрика «Дорожный навигатор». Итак, с 6 июня закрыт участок улицы Свердлова от Комсомольской до Елецкой. Там прокладывают канализацию. Капитальный ремонт дороги начался и на вокзальной. Теперь заехать на нее с Первомайской и Грибоедовой не получится. Пути перекрыты. Такая же ситуация и на улице 9 января. Зато прокатиться по ровному асфальту от Кубанской до Невской, возможно, будет уже в понедельник. А вот водители, что едут с Войновки и Восточного микрорайона в центр, теперь будут стоять чуть меньше. На перекрестке 30 лет Победы и монтажников убрали светофор. Вот такие данные на четверг. Не теряйте время в пути, сверяйтесь с теленавигатором. Более 23 тысяч тюменцев прошли диспансеризацию, то есть бесплатное обследование, во время которого пациенту измерят давление, уровень глюкозы, холестерина и не только. На основе полученных данных врач сделает вывод о вашем здоровье. Кстати, полностью здоровых людей не так уж и много. По факторам риска у нас очень много людей, причем, как правило, один человек в среднем имеет очень много факторов риска. Государство не зря об этом задумалось, и это ведет всеобщая, всероссийская диспансеризация. Это происходит не только в нашей поликлинике, не только в нашем городе, потому что очень много стало людей курящих, с лишним весом. Диспансеризацию можно пройти в вашей поликлинике. Из документов необходимы полис и паспорт. Многопрофильный медицинский центр появился в Тюмени. Парацельс давно работает в нашем городе, но теперь расширил спектр услуг. Карина Закирианова уже прошла обследование и узнала все о своем здоровье. Итак, объявляем лечебно-диагностический центр Парацельс открытым. У центра аллергии и астмы Парацельс появилось новое многопрофильное отделение. К услугам пациентов терапевт, лор, пульмонолог, гастроэнтеролог, гинеколог, дерматолог и косметолог. И это еще не все. Наш ведущий специалист по мануальной терапии, хорошо известный в городе. Это единственное направление, которое вообще никак не нуждается в рекламе. Марчев Дмитриевич Радца сейчас здесь, на фабричной. Пожалуйста, обращайтесь, приходите. И это направление поддержано еще медицинским массажем. Решение расширить спектр медицинских услуг приняли давно, ведь в первую очередь это пойдет на благо пациентам. У врача-аллерголога, занимающегося своей узкой работой, часто очень возникает необходимость в консультации снежного специалиста. Особенно у детского аллерголога есть потребность, например, в гастроэнтерологии, есть потребность в УЗИ. Теперь мы можем это делать в рамках своего учреждения. Я думаю, что пациенты оценят удобство. А еще комфорт и высокое качество, которым славится Парацельс. Мы имеем такую аппаратуру, которая, в общем-то, удивляет и многих врачей Центра России. Наш доктор была на специализации в Казани, сказала, что у нас есть аппаратура для диагностики аллергии. Они были очень удивлены. Всех тюменцев и не только ждут в новом лечебно-диагностическом центре. Записаться на прием можно по телефону или через сайт Центра. С аллергическими заболеваниями тесно связана экологическая обстановка. Сегодня, 5 июня, во Всемирный день окружающей среды. Люди выходят на уличные митинги, проходят парады велосипедистов, посадка деревьев, а также кампании по регенерации отходов и уборке территории. Как тюменцы отмечают в зеленый день, спросим у руководителя экологического научного общества, молодежи Green Helpers Дмитрия Пронина. Здравствуй, Дмитрий. Здравствуйте. Ну, хочется, во-первых, поздравить тебя с праздником. Это же к вам он непосредственное отношение имеет, я так понимаю. Спасибо, да. Скажи, вот что у нас намечается в Тюмени? Что сегодня будет проходить на Центном бульваре? Сегодня проходит, конечно же, отмечаем этот Всемирный день. Будет концертная программа и открытие двух проектов масштабных. Это неделя экологического осознания, которая проходит у нас в Тюмени в первый раз. И Экодворик, где жители города Тюмени могут поучаствовать в мастер-классах. Вы еще и творчески подходите к этим мероприятиям. Да, конечно. Скажи, вот чем ваша организация, такой ваш проект, чем вы занимаетесь? Как вы работаете? Как процесс происходит в вашем обществе? Ну, общая цель – это формирование экологического осознания у жителей города Тюмени. У нас проходят экозащитные акции. Мы пытаемся как бы разговаривать с людьми на тему того, как вести экологичный образ жизни. И, в принципе, получается достаточно неплохо. Активно выходит на помощь тюменцы? Когда как. То есть это зависимо от акции. Если акция достаточно крупная, если людям по душе, то достаточно неплохо тянутся. Угу. Скажи, вот помимо всемирного праздника, сегодня еще у нас и год экологии у Тюмени, да? Вот какие проекты у вас намечаются, да? Вот где тюменцы могут помочь, поучаствовать? Так как нынче лето, мы часто достаточно выходим в лес, прибираем мусор, устраиваем пикники мегатерианские. И, конечно же, это посадки леса. Ну и в сентябре у нас будет всероссийская акция «Сделаем», где как раз в прошлом году поучаствовало более тысячи человек в Тюменской области. Скажи, а что это за проект вообще? Одна из стран решила убрать мусор у себя в стране, и они это сделали за пять часов. Вот убрали абсолютно всю страну, и как раз этим опытом воспользовались многие страны. И акция проводится уже два года, вот в этом году будет третий. И, в принципе, весь мир участвует даже, можно сказать. Скажи, а вот если не брать проекты, вы же постоянно тоже, я так понимаю, выходите в город, либо мониторите, где у нас завалы мусора, либо это как вам, жители сообщают? Ну, у нас чаще всего получается так, что молодежь, которая где-то отдыхала в лесу, увидела то, что они не смогли сами убрать, сообщает нам, то есть это, по сути, наши же ребята. Либо бабушки, бывает, тоже звонят, говорят, вот у нас там то-то, то-то, мы не можем своими силами, вот как-нибудь, ну, помогите. Скажи, а вот администрация города, она как-то участвует в ваших делах таких благотворительных, грубо говоря? Конечно, нам достаточно сильно помогает управление Росприродного дзора по Тименской области. Как раз через них мы договариваемся с управами для выдачи перчаток, мешков, для вывоза мусора. Вот, а также это, конечно же, помогает департамент по спорту, молодежной политике, городской и областной. Скажи, Дим, а как вас найти? Вот если кому-то стало интересно, куда обратиться, как к вам прийти, как, наверное, поучаствовать в ваших акциях? Ну, все достаточно просто, то есть, самый элементарный момент, это просто написать в гугле, там, Greenhoppers, и сразу первая ссылка появится на нашу группу официальную, там можно в администраторах посмотреть и меня, и всех наших ответственных, кто какой проект ведет. Спасибо, Дим, что пришел к нам, я желаю тебе удачи, всего доброго и до свидания. Не успели отдохнуть и снова учиться. В летних лагерях свои экзамены. А чтобы заработать хорошую оценку, постараться должны и дети, и воспитатели. Первый тест пройден. Все ли справились с заданием, расскажет Людмила Чепурных. Сигнал тревоги дежурный администратор подает, как только появился запах дыма. В одной из комнат, согласно легенде, загорелся телевизор. Алёна, здравствуйте, это детский санаторий, большой терраскуль вас беспокоит. У нас пожарная сигнализация. Пожар пусть и понарошку, зато норма эвакуации настоящий. По правилам здание должно пустить за пять минут. Летом еще быстрее. Обувь и шубы натягивать не нужно. Кстати, в детских лагерях спасение проходит по особым правилам. Даже когда все вышли, воспитатели и медсестры обязаны пройти по комнатам и заглянуть в каждый угол. Детки у нас бывают разные, и маленькие, и большие. Все могут испугаться, спрятаться под кроватью, в шкаф. В какие-нибудь потайные места приходится обходить помещение, чтобы выискивать их, выводить, эвакуировать детей всех. Каченко! Исаевы! Нет! Перекличка на улице тоже процедура обязательная, чтобы окончательно убедиться, что все вышли из здания. Дети уже к таким учениям привыкли, ведь проходят четыре раза в год. А поэтому уже наизусть знают, что нужно делать во время настоящего пожара. Надо быстро из здания выйти. Нужно отсюда просто на себя выйти на улицу и встретиться со своими людьми. После эвакуации воспитателям провели еще и мастер-класс, как пользоваться огнетушителем. Тренировались на деревьях не случайно, ведь огонь в пожароопасный сезон сюда может прийти из леса. Хотя и на этот случай есть четкие указания, что делать. У нас есть также полевомоечная машина, которая может использоваться как пожарная машина. При малейшем же поступлении у нас имеется парк своих автобусов, которых мы можем эвакуировать. В этом лагере пожарную эвакуацию оценили на пять, чего не скажешь про другие. Массовые проверки показали, что техника в порядке. В основном нарушают простые правила безопасности. Банальное заграждение, допустим, мебелью, предметами обихода, пути эвакуации, авиационных выходов. Ну, что-то такое. В ближайшее время подобные проверки и учения пройдут во всех лагерях. Людмила Чепурных, Павел Михайловский, Сибан Фромбюро. Лето, как в сказке. В лагере первой яутровской школы 170 детей на время первой смены стали винтиками и шпунтиками. Их, как и герои в произведении писателя Николая Носова, ждут интересные приключения. Ведь смена посвящена приключениям Незнайки и его друзей. В нашем цветочном городе все малыши и малышки в течение нашего первого сезона будут развлекаться, но и играя, будут познавать очень много нового. Наш каждый день посвящен определенной тематике. И вот в рамках этой тематики вожатые и воспитатели будут проводить с ними различные познавательные игры, ходить в музеи, кинотеатры, посещать интересные места. И к концу цветочного города каждый Незнайка должен стать Знайкой. В цветочном городе поддерживают здоровое питание и режим дня. Чтобы малыши днем могли спать, во все школы закупили раскладушки. Подростки Тюменского района открыли трудовое лето 2013. Новые рабочие места получат более двух с половиной тысяч ребят. Они займутся благоустройством территорий и смогут попробовать себя в роли помощников спортивных руководителей и вожатых. В этом году я собираюсь работать в лагере, в школьном. Мне очень нравятся маленькие дети, поэтому я решила поработать. У меня уже есть планы, то что много мероприятий знаю, чем занять их в свободное время. Перед тем, как выйти на работу, 200 самых активных ребят приняли участие в спортивно-развлекательной эстафете. В наше время выбор летней подработки был невелик. Так что, можно сказать, современным подросткам повезло. Во-первых, можно устроиться официантом в летнее кафе. График работы два через два. Но при этом с 10 утра и до глубокой ночи. За месяц удастся заработать около 25 тысяч рублей. Совместить приятное с полезным можно на местных пляжах, работая помощником-спасателем, аниматором или диджеем. Зарплата от 200 рублей за час. И вдобавок бесплатный загар. Смышленые подростки могут поделиться своими знаниями. Им открыта дорога в репетиторы. За такие труды, как правило, платят не меньше 150 рублей в час. Консультант в магазине в летний сезон зарабатывает до 20 тысяч рублей. Но при этом будьте готовы всю смену стоять на ногах. А вот оператору на телефоне стоять не придется. Работа удаленная в уютном офисе. Ну и доход меньше всего 10-15 тысяч. Трудовые будни судостроительного завода теперь только в документах. Какие суда сходили с тюменских стапелей на протяжении 85 лет, на новой выставке вспомнили ветераны предприятия. Все покажет Наталья Жукова. О продукции тюменского судостроительного завода Владимир Важенин может рассказать сотни увлекательных историй. На предприятии он проработал полвека. Начинал еще мальчишкой. В 41-м отец устроил на завод токарем. Тогда для нужд фронта тюменцы выпускали военную продукцию. В механическом цехе в 5-м у нас был участок, там работали только одни женщины на снарядах. Остальные участки были, делали детали для торпедных катеров. Вот эту всю войну мы это все и делали. Затем вновь вернулись к строительству мирных судов. Говорят, дисциплина на предприятии тогда была железная. Эти немецкие часы на выставке также представлены не случайно. На предприятии они появились после войны и служили для регистрации времени прихода сотрудника на завод. Для этого нужно было нажать на рычажок, а вот отсюда выходил чек с отметкой времени. Кстати, свою историю предприятие ведет с 5 июня 1928 года, когда тюменская судоверфь стала филиалом ленинградского суда Треста. Но делали суда и раньше. Фактически она уже существовала где-то с осени 1923 года, когда начали строить баржи и пароходы для Карской товарообменной экспедиции. Судостроители по праву гордятся многими своими творениями. Например, плавучей электростанцией «Северное сияние» или «Лебедушкой» пассажирским судном. А вот этот буксир-толкач был одним из самых востребованных в стране. Он может толкать баржу и может буксировать, сзади зацеплять. Он называется буксир-толкач. Их выпустили мы 363 штуки, а детали сделали по 365 заказ. Потом как плохо в стране стало, все. Теперь макеты хранятся в Краеведческом музее. А о былой трудовой славе предприятия можно узнать из архивных документов. Наталья Жукова, Роман Ченахов, Сибинформбюро. На сегодня у меня все. Дарите друг другу только хорошее настроение и смотрите точнее. Счастливо!